Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима, и мы летим с вами смотреть видосик, который называется Дэн Шнайдер. Вся грязь, короче, о этом чувачке. Кто не знал, то это был самый главный продюсер, или один из главных продюсеров Нике Лодина и шоу, которые там выходили. Прямо сейчас летим смотреть этот видосик. Перед началом не забудь подписаться на мой канал, если ты вдруг еще не подписан, ведь у меня цель 200к до следующей зимы. Жмяк не подписать, и ты поможешь мне прийти к этой цели. А также забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующие реакции, стрим, летсплей. Залетай там все самое важное обо мне и моих каналах, и погнали смотреть видосик. Совпадение ли, что трое осужденных филов работали на детском телеканале? Что если... Не думаю. Совпадение? Не думаю. Я вам скажу, что эти люди руководили детьми на съемочной площадке. Что, если многих несовершеннолетних девочек заставляли целоваться с мужчинами старше 18 лет? В смысле? Это че, девочка? Вот это девочка переодета? Она походу не особо-то и целует. Ну, это же как бы, знаете, типа, на перекрытие называют. На камеру. А что, если бы вы узнали, что многие из этих юных жертв выросли и сами совершали неподобающие действия с детьми? Это не слухи, это факты. Это наш любимый канал Nickelodeon? В смысле? Вот эти типы, которых показывали только что? Это два брата, я помню. Был сезон, что, типа, этот худой, этот толстенький, а потом был сезон, как этот толстенький похудел. Я же все это в детстве смотрел. Когда вы объединяете эти факты с осознанием того, что многие шутки, одежда и даже случайные фрагменты декорации были с сексуальным подтекстом, в этот момент вы начинаете понимать, что это все не просто совпадение, а наоборот сделано намеренно. Сегодня я расскажу о том, как сеть руководителей канала Nickelodeon разлучила детей актеров с их семьями, заставив актеров эмоционально зависеть от продюсеров, чтобы затем злоупотреблять своей властью. Так, подожди. Ну, я, конечно, понимаю, что когда я смотрел в детстве, я этого всего не отстреливал. Сейчас Nickelodeon я не смотрю. Хотя он у меня есть, кстати. И, по-моему, не один. Есть Nickelodeon, а в их штуке три, наверное, разных. Но шо, реально там это все было, да? У меня мурашки пробежали от того, что... Шо за дичь? Мне... Ну, это такой какой-то страх. Зарабатывать миллиарды долларов на детском труде, заставляя их работать сутки напролет, а в случае чего давить и угрожать, если актеры хотят выступить против верхушки канала. И все эти случаи сводятся к человеку, создавшему несколько самых культовых детских сериалов Дэну Шнайдеру. Эта фамилия звучала в каждом проекте Nickelodeon. Будь то мультик, будь то фильм, он все заканчивался тем... Продюсер Дэн Шнайдер. И начинался сериал. Те, кто смотрели Nickelodeon, не дадут мне соврать. Постоянно. Я не знал, кто это такой. Визуально даже не представлял. Но эту фамилию слышал просто, понимаешь, оно вырезано где-то внутри тебя. О котором и пойдет речь в сегодняшнем видео. Дэн Шнайдер и сам был актером в детстве, играя Денниса в очень популярном на тот момент сериале Староста класса. Его звали на введение премии Kids Choice Awards. Это что-то по типу Оскара от мира Nickelodeon. Где его заметил Алби Хект, который занимал на тот момент пост главного продюсера на канале Nickelodeon. Он предложил Шнайдеру совместно создать новый детский сериал, чтобы привлечь новую молодую аудиторию на телеканал. Так как 80-й канал был максимально убыточным и терял миллионы долларов в год. И у них это получилось. Сериал получил название «Всякая всячина» и сразу же стал супер успешным, как только вышел в эфир. Не знаю, такой сериал, видимо, очень старый. Длилось 10 сезонов, дела шли в гору. Руководители канала гордились работой Шнайдера и Хекта. Канал впервые начал приносить доход. Это, подожди, на Миранду Козгру похоже, но в то время она не могла сниматься, она была еще вот такая. Но это говорит о том, что однотипажные. Видите, всегда однотипажные. А вот эти вот, посмотри. Мне кажется, что я их где-то уже видел. Обязательно чувачок темнокожий в кепочке, который такой, знаешь, похаризматичный. По одному и тому же канону все клепали. Кот. И, казалось бы, что могло пойти не так? Ну да. Разве что какой-нибудь скандал о жестоком обращении с детьми. Что и произошло, по словам Анжелики Бейтс, которой было всего на тот момент 12 лет. С 92-го по 96-й год я была постоянной актрисой на сериале «Никелодия» на «Всякое всячино». Мне было всего 12 лет, когда начался мой ночной кошмар. Я подверглась, блин, насилию разному на глазах у продюсеров и актеров. Иногда они даже слышали, как я кричала, но никакой помощи не следовала. Примерно до 96-го года. Когда вызвали что-то там, блин, я не успеваю, в судебную прокуратуру. Но когда она приехала, то все взрослые, которые должны были защищать меня, начали, небось, замолчали. Я молчала, я сделала это. Но больше я не буду молчать. Меня зовут Анжелика, короче, как-то там ее зовут. Я взрослая женщина, пережившая жесткое обращение. Анжелика — первая, кто осветил насильственные действия со стороны Nickelodeon. Анжелика вспоминает, как продюсеры Nickelodeon были против того, чтобы ее мама присутствовала во время съемок, что якобы мешало производству сериала. Хотя некоторые родители оставляли своих детей без присмотра на время работы. Ну, вы знаете, как бы, это... Есть в этом логика, я не защищаю сейчас Nickelodeon, но когда присутствует мама, ребенок более зажат. Это, ну, стопроцентная тема. Это я не сужу там, потому что я там где-то видел. Это потому что, ну, если бы моя мама присутствовала каждый раз, когда я был бы ребенком, выступал бы, я бы тоже чувствовал себя всегда неловко. Я бы скорее циркал бы. А что скажет мама? Вот это прям не прикол. И они доверяли продюсерам и не стали решать своего ребенка возможности построить карьеру самостоятельно. Ну, это же Америка. Они начали приглядывать за ней. Она была одной из тех родителей, которые не оставили бы меня на съемку без присмотра, поскольку по закону родители должны были быть там. Поэтому им не понравилось то, что она не бросила меня. А, это типа, что мама не ушла. Я читаю и даже как будто букв не понимаю. Я хочу упомянуть ситуацию, из-за которой руководство канала еще больше стало недолюбливать мать Анжелики. Когда была ситуация с сексуальным домогательством в адрес Анжелики, и ее мама пригрозила каналу иском в суд. Но этого не было сделано, так как и у Никелодиона было кое-что на маму Анжелики. Виктор подвергала свою дочь физическому насилию, как и дома, так и на съемочной площадке. А, они что, это подсняли? Это была палка о двух концах. Моя мама била меня. Вкратце перескажу, короче, мама ее лупила, но она как бы такими своими действиями пыталась ее оградить от Никелодиона, потому что она подозревала, что там будет, он написан, сексуальные домогательства. И поскольку никакой огласки в это время об этой ситуации не было, руководство канала приняло решение постепенно давать все меньше и меньше работы Анжелике из-за вмешательства ее матери. После чего окончательно избавились от Анжелики и переключились на другие проекты с детьми. Отделять детей от родителей – это, по-видимому, главная фишка Никелодиона. Этому есть подтверждение от многих актеров. Например, от Тайши Хэмптон, которая рассказала о подозрительном поведении, с которым она столкнулась на съемочной площадке. Она также подтверждает, что в эти моменты родителей не было рядом. Сейчас, я не готов читать субтитры, потому что, ну, вы понимаете, что это оружие, моя детская, как бы, просто моя детскость. Этот канал засматривал до дыр. Просто все, что там происходило, я смотрел. Везде была эта фамилия. Его родители, родители Кэла не было с ним. Всех родителей этих детей, и шоу не было с ними рядом. Аманда Бэйнс. В свои 10 лет Аманда выделялась среди своих сверх... Я помню эту чувиху. ...и демонстрировала свои актерские навыки, играя различных персонажей. В подростковом возрасте она уже хорошо держалась в кадре, чему мог позавидовать любой другой взрослый актер. Шнайдер явно проявлял знаки внимания в ее сторону и боготворил Бэйнс, благодаря чему и дал ей проект под названием «Шоу Аманды», которое впоследствии стало одним из самых рейтинговых на телеканале. Самым странным в этом шоу был скетч под названием «Джакузи Аманды», где она, будучи 13-летней девочкой, брала интервью у взрослых мужчин в бассейне. В одном из эпизодов также поучаствовал, как вы думаете, кто? Дэн Шнайдер! Ё-моё. Только пять с половиной минут. Ну-ну-ну. Дэн Шнайдер. Привет! Сегодня мой специальный гость, это исполнитель и продюсер Шоу Аманды. Аманды, Дэн Шнайдер. Итак, ты исполнитель и продюсер Шоу? Да, я исполнитель и продюсер, и главный сценарист. Учитывая тот факт, что у Аманды были очень напряженные отношения с родителями, а в частности с отцом, Дэн Шнайдер, узнав про это, сразу же попытался стать для нее заменой отца, чтобы быть к ней еще ближе. Также в этой ситуации хочется рассказать о самой жести. Был человек с именем Джейсон Хэнзи. Он был... Фотография из тюляшки, вы поняли? Ну-ну-ну. Был ассистентом режиссера и по совместительству очень хорошим другом Шнайдера. Он работал над шоу Аманды и вызывал у всех положительные впечатления, и был на хорошем счету у руководства, актеров и родителей актеров. Но не тут-то было. В 2003 году мать одной из актрис, которой на тот момент было всего 11 лет, застала свою дочь за получением электронного письма от Джейсона, где тот отправил ей фото, на котором мастурбировал. Я не знаю, как не материться. Просто... Слова сами вырываются, ребята, просто... Невозможно, просто невозможно. Там была фотография, на которой он голый. Мастурбирование. Вы поняли. И он сказал, что отправил это ей, чтобы она увидела... Что он думает о ней. После этого электронного письма ее дочь ушла из индустрии, а Хэнди был арестован в апреле этого же года, так как правоохранительные органы обнаружили на его компьютере более 1700 изображений молодых девушек в эротических позах, а также 7 видеозаписей с детьми, которые совершали сексуальные действия. Ну, как... Эти типы попадали на этот канал. Один из близких друзей, говорит, ты понял? Один из близких друзей главного продюсера почти всех там шоу. Ну, это ж нас прикармливают, вы понимаете? Это там по чуть-чуть, по чуть-чуть нам эту историю дают, пока мы не дошли до самой жести. В 2004 году он был приговорен к 6 годам тюремного заключения по статьям за разговаривание действия в отношении ребенка и распространение материалов сексуального содержания по электронной почте, а также по обвинению в правонарушении, связанном с сексуальной эксплуатацией ребенка. Многие из вас, вероятно, думают, что 6 лет это очень мало. И... Сюрприз! Он вышел на свободу в 2014 году и совершил еще два тяжких сэк... преступления в отношении ребенка. Я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, понимаете? Когда ты это слушаешь, возникает в голове вот эта вот тема, что кто-то там предлагал делать кастрацию для педофизии. Поняли прикол, да? Химическую, то есть, ну, ни в коем случае ножиками там никто резать не забирался. Именно химическая история происходит. И по жизни у тебя никто не забирает. Но то, что ты так яро хотел... И это далеко не первый и последний случай, когда Фил был причастен к телеканалу Nickelodeon. Актер Дрейк Белл, известный по сериалу Дрейк и Джош, сблизился с учителем... Видишь, худой, худой этот чувачочек. Это вот справа он полненький, а вот сейчас худой. ...по актерскому мастерству Брайаном Пэком. Тот постоянно приглашал Дрейка к себе домой на уроки актерского мастерства. Там же во время занятий присутствовал и отец Дрейка, Джо. Поначалу все шло хорошо, однако со временем Джо стала не по себе от отношения Брайана к своему сыну. И, к сожалению, я начал замечать, что Брайан слишком часто общается с Дрейком. И мне это не понравилось. Дрейк мог быть в гримёрке или где-то ещё. И Брайан трогал Дрейка. Знаете... Подожди, что ты делаешь? Дрейк может одеться сам. Отец Дрейка выразил свои опасения, что его назвали гомофобом из-за сексуальной ориентации Брайана. В смысле, ты чё, охернел? Это ребёнок, ты тварь. Его гомофобом назвали за то, что ребёнка его тут... Узнав о недовольствах отца, Брайан начал манипулировать Дрейком и заставлял его разорвать отношения со своим отцом под предлогом, что это якобы может навредить его будущей актёрской карьере. Честно, мне до сих пор непонятно, как, зачем и почему. Но Брайан смог убедить мать Дрейка, чтобы юный Дрейк смог оставаться в его доме с ночёвкой во время прослушиваний в различные проекты. И, к сожалению, произошло то, чего опасался отец актёра. Я спал на диване, это уже сам непосредственно пацан говорит, который вырос. Где я и спал обычно? И проснулся от его присутствия. Я только открыл глаза, проснулся, а он... Он сексуально домогался. ...органов, где те, прослушав все телефонные разговоры Брайана, убедились в его пильских наклонностях. А есть записи? Нифига себе, а как это? Брайан Пэк был признан виновным в расцвете пололетних в 2004 году. Мне тоже название, ну, имя Брайан Пэк очень знакомо. Честно, вот, мне кажется, оно тоже, типа, либо сценаристом говорили, вот, типа, сценарист Брайан Пэк, а продюсер Дэн Шнай... Это поняли? Вот, лежит где-то тоже, где-то, где-то лежит. Мне кажется, я в процессе этого видео, ну, заканчивается мое детство, которое я так наивно пытаюсь продлить. Он провел в тюрьме всего 16 месяцев и был освобожден. И если вы удивлены, таким уже... Охренеть, классно! А все нормально у них там... Я не понимаю, что с судебной системой? Пасающий низким приговором, Пэк вышел на свободу в 2006 году и устроился на работу в Дисней. Там он... О, этих братишек, Зак и Коди, по-моему, называлось шоу. Работал над сериалом Сладкая жизнь Зака и Коди, где в главных ролях были два маленьких брата-близнеца. Несмотря на эти ужасающие обстоятельства, Дрейк остался в киноиндустрии и продолжал сниматься в супер популярных сериалах для Никелодио. Кстати, о популярных сериалах Зои 101. Именно на съемках Зои 101 появилось много фотографий, на которых Шнайдер позволял себе больше, чем просто общение с детьми. В Зои 101 было 34 различных сцены поцелуев. И хотя это может показаться не таким уж странным для подросткового драматического шоу, это часто приводило к тому, что несовершеннолетние актрисы целовались с 18-летними мужчинами. Ну да, там же не обязательно подросток будет играть подростка. Я не знаю, что говорить, ребят. Я не знаю, что говорить. Как мне теперь... Ну, вы не понимаете, Никелодио это часть меня, это часть моего детства. И этот значок теперь, который вот в углу экрана, который всегда рядом со Спонджи Бобом был, это просто как котирка эта красная тряпка. Брандо Итану было 20 лет, а Виктории Джастис 14. Виктории в это же время также пришлось целоваться с Джареном Возбургом, которому было 18 лет. И представьте себе, 12-летняя Джейми Линн Спирс должна была целоваться с 22 лет... Какого черта? Я понимаю, это кино, я понимаю, это кино, я понимаю. Ну, ну, ежа какое-то понятие, я понимаю. Почему же, ну, почему-то же запретили убивать животных в кадре ради искусства? Ну, это же бред собачий, понимаешь? намного раньше, чем вот это. А это добытное дело для них было. Петним, Джастином Тимберлейком на съемках всякой всячины. Также недавно всплыла очень странная сцена из «Зои 101», и многие считают, что это сексуальный подтекст. Актриса из этой сцены вспоминает, как Дэн заставлял снова и снова брызгать в нее липкой жидкостью. В то время началось производство сериала ай-карли. У-у-у-у-у! Да! Это он! Это рандомный комментарий! Ха-ха-ха! Мои дорогие, это абсолютно рандомно, абсолютно комментарий. Всем хорошее настроение. Который резко начал набирать обороты. Основная идея iCarly заключалась в том, что Карли и ее друзья Сэм и Фредди ведут интернет-шоу из своей квартиры. Сам Дэн часто общался с фанатами шоу напрямую. И в своем блоге, где он делился информацией о закулисье и отвечал на различные вопросы, он также начал публиковать множество закулисных роликов на своем ютуб-канале. Так, Амиранда, ничего не хочет сказать по этому поводу? Бляха, да мне было 11 лет где-то, когда я это смотрел. Я не знаю, что сказать. Потому что Nickelodeon я смотрел вообще-вообще шпиндом малым. Потом я как-то переключился на Jetix, который был Disney Channel, потом в дальнейшем, по-моему. Может даже мне было меньше, чем 11, 10, 9, я не знаю. Как только подключили к нам кабельное телевидение, когда начали появляться эти, ну, каналы с бесконечными мультиками. Вы понимаете, какой-то рай был тогда. Интернета же не было, нифига такого не было. Залипал часами напролет. Который явно демонстрирует нам о том, как актерскому составу, мягко говоря, некомфортно находиться рядом с ним. Я бы мог прочитать из субтитров. Не могу, ребят, не могу. Я просто просмотрел вместе с вами эти кадры. Не могу. Мне пока что-то рот не двигается совершенно. Мне хреново от того, что я понимаю и вижу то, что вижу. Не делай ничего с этим фотографом. Это все, оно многое. У меня не поворачивается язык, именно Дэн Шнайдер озвучивает, ребята. Простите, вот никак не поворачивает. Я только что чувака озвучил, нормально же было. А вот когда этот опять утка заговорила, никогда не... Это все, когда он поздно. Да, серьезно. Давайте домой, Дэн. Наверное, надо читать субтитры, потому что я ничего не говорю. Этот момент. В этот момент мне просто медленно умирает мое детство, поэтому просите. Чувачок именно такой косил вот этот вот старший брат под Джима Керри. Зачем ты, тварь, интересуешься, в каком бассейне они должны купаться и почему? И когда ты услышал про конфеты, ты слился. А? Говно старое. Это взрослый мужик. Но все равно как-то... В этих роликах мы видим, насколько непредсказуем Дэн. Просто посмотрите, как Миранда отступает от Дэна, когда он заходит ей за спину, а затем обнимает ее сзади. И как она неловко замирает. Как вы могли видеть, когда Дэн направляет камеру на лица этих актеров, они часто приходят в замешательство. Они выглядят крайне неуверенно и испуганно рядом с ним, когда он разговаривает с ними. Также в шоу Шнайдера ноги всегда показываются крупным планом. И актеры оказываются в неловком положении, когда им приходится касаться ног друг друга. Многие отмечали, что логотипом Nickelodeon в какой-то момент была нога. Было дело, да, было. Предполагая, что влияние Дэна было настолько сильным, что он заставил руководство сменить логотип. И это далеко не просто какое-то совпадение или разовая шутка. Учитывая тот факт, что Шнайдер рассказывал в своем блоге о мельчайших деталях производства сериала. И то, что многое сделано не просто так, а продумано до мелочей. Например, ожерелье Сэм, как сказал Дэн, сделано из того же пластика, из которого делали старые радиоприемники, которые, к слову, очень любил коллекционировать Шнайдер. В другом посте, в своем блоге он рассказывает об одной из многих неуместных шуток, в которой взрослая женщина сексализирует 17-летнего актера. На первых нескольких дублях, когда Джейн произнесла свою реплику, «Эй, эти штаны тебе очень идут», она смотрела на его брюки спереди. Я попросил режиссера тихонечко вмешаться и сказать ей, что, поскольку это для Ники Лодион, мы бы предпочли, чтобы она посмотрела на заднюю часть его Правильно, ведь это для Ники Лодион. Ха-ха, для детского канала нужно, чтобы жопа была. Побрюк. Также, во время работы на Дай Карли, 47-летнему Мартину Вайсу, который руководил десятками детей и актеров, было предъявлено официальное обвинение в сексуальном насилии. Мальчик рассказал полиции, что около шести... Самый... ну... Это просто какая-то струндец, я не понимаю. ...вси лет назад у него был секс Вайс от 30 до 40 раз. В каком смысле? В смысле прям был, вы чё и... И насилие прекратилось, когда ему исполнилось 15 лет. Потому что уже не его... Но Вайс отрицал, что это было насилие, потому что 15-летний актер якобы сам проявлял интерес к Вайсу. Но мальчик сказал, что Мартин убедил его, что это обычное дело в индустрии, и отказ разрушит его актерскую карьеру. В очередной раз Фил... Ну, обычное дело в индустрии... Сука, это же просто невозможно. ...проник в Никелодион. И ничего не изменилось. Шнайдера это не остановило, и он продолжал набивать свои карманы деньгами. Сериал «Зои 101» недавно закончился. Дэн знал, что Виктория Джастис, которая принимала участие в сериале, имеет потенциал для собственного шоу, и решил создать Виктория-победительница с Джастис в главной роли. Ариана Гранде, как известно, добилась успеха в Виктории-победительнице. Она была идеальным дополнением к шоу благодаря своим потрясающим вокальным способностям. Но ее роль в шоу заключалась в легкомысленной девушке, которая говорит буквально все, что у нее на уме. Идеально для того, чтобы Дэн мог воспользоваться этим и вставить еще больше неоднозначных намеков. Иногда я спрашиваю себя, можно ли получать сок из картошеля? Ариана ничего не хочет сказать? Она сейчас такая, что может говорить все, что хочет. Может ли девочка пить воду как ногами? Да ты шо, блин, дурак совсем какой-то! Может ли девочка... Ну вот, ну, ну... И на случай, если вам интересно, были ли сцены с ногами только в Айкарле? Ответ? Нет. На самом деле Шнайдер начал еще больше уделять этому внимание в Виктории-победительнице. В конце 2010-х годов люди также анализировали его старые твиты, в которых он постоянно говорил о ступнях и пальцах ног людей. Этот палец принадлежит одной из звезд моего шоу. Чей этот палец? На что он позже написал в Твиттере. Этот палец принадлежит милой и невероятно талантливой мисс Джанет Маккарди, которая ранее играла в Айкарле, а потом был совместный проект с Рианой Гранде, с Сэм и Кэт. Напишите на своей ступне Сэм и Кэт, поставьте хэштег, и мы будем ретвитить и подписываться, пока у нас не заболят пальцы. Я также нашел очень старую рекламу Пепси, в которой Дэн снимался в конце 80-х, и этот ролик был сосредоточен на его ногах. Исходя из этого, мы можем предположить, что странный фетиш Шнайдера начался еще в детстве, когда ему было 14 лет. Давайте поговорим о массаже. Хорошо, посматривая весь тот материал, я встревожился. Это было неправильно, и то, что когда-либо... Короче, я бы никогда не сделал бы это сейчас, это все было неправильно, и не успевать читать субтитры, все как всегда. Мне стыдно за то, что я делал. Я извиняюсь перед всеми, кого когда-либо обидел. И кроме того, я приношу извинения всем, кто мог просто проходить рядом с местами съемок, где это было, там было много людей, которые видели это, и, возможно, им было некомфортно, так что перед ними... Я тоже извиняюсь, тварь-то голимая. Мы слышали множество обвинений, слухов, свидетельских показаний, обвинительных судебных приговоров... А его не засадили, да? То есть Шнайдер ходит на свободе, вот этот бородатый сидит, дает кому-то интервью, четко у него все, да, в жизни. ...и признаний, связанных с работой Дэна Шнайдера на Никелодио. Остается только гадать, было ли это простым совпадением или заговором верхушек канала. Или это только вершина айсберга, а... Ну, не то, что половину. Мы большего не знаем. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Егор. Пока. Шарите эту тему. Тут хорошо работает история с тем, что хотите что-то спрятать, поставьте это на самом видном месте. Куда виднее, чем Никелодио. Куда виднее, чем Никелодио. Этот варидло себе живет нормально, понимаешь? Чухает себе хорошо. Денег, небось, у него проценты до сих пор капают, небось, шоу эти по кругу крутят на Никелодио. Ну, ребятушки, не знаю, что сказать. Очень обидно, потому что, ну, ну, это же было мое детство. За ним столько скрыто, за этими веселыми шоу, за, ну, улыбками, за классными передачами, за забавным смехом, за кадром, за этими скетчкомами, или как их правильно назвать. Не знаю. Короче, я пойду сейчас умоюсь после этого дерьма. Может быть, даже приму душ, потому что, ну, это невозможно. Если вам понравилось смотреть со мной это видео, обязательно такните лайк, не забудьте, а также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Забегайте в мой телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима, типа тут. Пока.